Роберто Диас, Перес Дель Паламар, его авар ассистент, ваш комментатор Константин Генич и в атаке Барселона Гави простреливает, момент опасно. Сразу же Реал заработал штрафной, Барса с этим стандартом достаточно легко справилась и Барселона отличает своей быстрой атакой. Каждая классика это всегда история не похожая друг на друга, потому что здесь может быть своя стратегия. Еще один момент, он внутри штрафной, крутит, вертит, мяч попадает в руку, в руку мяч попадает из Москвы, это было видно Дэвиду Алабе, но насколько эта рука была в состоянии опорной и сейчас мы с вами в этом убедимся. Вот прострел, насколько это опорная рука судите сами, но пожалуй здесь арбитр прав арбитров несколько лет назад по сроку давности удар Рафини головой на месте Куртуа. Венисиус, и что показывает арбитр, что был фолк. Ну смотри, что происходит. Молодые да дерзкие. Кажется комплекция Гави, да, как бумажный лев, куда ты полез, но и две желтые карточки мы видим. Ну и здесь Гави жестко встречает Венисиуса. Дальше Венисиус бьет по рукам, Венисиус не прав, но и Гави не отошел в сторону, а вот пошел здесь. А? Бензима, мужик с зарплатом игроков и новый контракт Гави не позволяет ему быть в заявке как игроку основы. Кросс, заброс на Бензима, Бензима острый угол, удар поворотом и опять смотреть как ловко, как фокусник руками работает Марк Андрея Терштеген. Там возможно был фолк от Венисиуса, вот здесь бежал к мячу Рафини, к основному времени первого тайма. Серджи Роберто, хороший пас Гави, включение Бальде, снова подача Левандовски. Шикарная игра, Куртуа, а так это продолжается, Гави, еще одна передача. Ну каков же, а? Мастерюга Левандовски, вот из этих ситуаций практически максимум можно вытащить. А что сделает Реал передача Бензима? И Венисиус надо забивать, и нет, нет, забили, забили мадрицы в конце тайма, все-таки на контратаке 1-0 Реал. Ну посмотрите каков Бензима, как, не было ли здесь офсайда, потом линии прочеркнут. Посмотрите как он двоих стянул на себя, это возможно автогол Кунде. Здесь удар, Кунде, мяч в него попадает, и, ну по-моему, все-таки мяч именно от Жюля Кунде. Вороток оказался, не знаю, там засчитают на Бензима или нет, полностью пересек мяч, линию в итоге или нет. Но для болельщиков Реала это не так важно, потому что Реал отыграл пропущенный мяч на Сантьяго Бернабеу. Автором забитого мяча числится Карим Бензима. Свисток арбитра. Игроки Реала недовольны, потому что они выбегали в контратаку. Есть претензии у хозяев к Мартинусу Мануэре. Сумеет ли команда Хави забить во втором тайме? Мы сейчас с вами узнаем, что Карл Анчелотти вообще последний год работает. Этот год работает с мадридским Реалом и, возможно, собирается уйти. И Бензима удар 2-0. 2-0 мадридский Реал классно разыграли. И теперь уже Реал делает шаг-прыжок туда в финал Кубка Короля. Смотрим, что здесь привело к голу Милитау. Здорово сыграл Модрич, ускорился. Посмотрите, в его-то годы легко от Серджи Роберто ушел. Покатил. Беспрепятственно бьет Карим Бензима. Идеально, просто идеально кладет мяч обладатель золотого мяча в нижний угол ворот. Марк Андрея Дерштегина. Вот так приветик сначала в раздевалку, потом из раздевалки. Почему упал Жуль Кунде? Это уже другая история. Примерился Бензима и вход движения, вход мяча. Посмотрите, идеально отправил мяч в нижний уголок, чтобы никто, и в частности Марк Андрея Дерштегин, не уволок. 2-0 Реал. И Гарсия Альба, есть молодые ребята Коридо, Торы, Аларкон, Петрола. Но это совсем юные игроки из Лямаси. Удар поворотом Бальде. Как вытаскивать матчи практически в одиночку, он прекрасно знает. Достаточно вспомнить финал Лиги Чемпионов Парижа. Юбилейный гол как раз забивает капитан и лидер Реала. Еще одна атака. Рафинья справа на сей раз. Высший ворот. Посмотрим, что я скажу уже, когда будет 85-е. Араухо вошел в штрафную. Его там остановили. Араухо здесь стесняется. Идет дальше удар. Как жалко, что Араухо не забил. Это был бы чисто его гол персональный на продавливании, на давлении, на агрессии, на вот этих отскоках, киксах. Здесь, посмотрите, быстро переключился Араухо. Оттолкнул двоих. Легко обыграл своего соотечественника Вальвердой. Барселону Венисиус. И понимает пенальти. Понимает Реал. Это был Франк Кисье. Да. Да. Скользь по касательной, но по правой ноге, по бутсы проехался Франк Кисье. Контакт был. Вот, смотрим. Значительный, незначительный, может определить только арбитр. Красиво упал любимого клуба. И 3-0. Это уже разгром. 3-0. Мадридский Реал громит. Барселону. ФСБ РМА. Как у нас на графике в левом верхнем углу. И Реал. Ну, уже перевыполняет, можно сказать, свой план. Сказал он Челоте перед матчем, что пришло и наше время выиграть. И не скажешь, что Барселона играла плохо. И еще какая ошибка Олонца. Ну и сейчас можно вообще заканчивать. Все. Да, был бы чему радоваться. Нет Фати. Смотрите, Фати появился на поле. Гави. И передача Ферран. Первое касание неудачное. Ливандовский скидка. И удар Бальде. Вот еще раз смотрим. Ну, тут сам себя, да, Ферран Торрес загнал и до передачи к лицевой. И других вариантов, кроме как, либо совсем уж там вывернуть голеностоп и отдать назад на Гави. Я же говорил, что классику может быть абсолютно разным. Вот, ой, еще момент. И прощает Бензима. Красивый хитрик мог бы быть. И что с ногами у Кунде? Почему опять он падает? И вот здесь очень сложный выбор для вас, дорогие друзья. Потому что Венисио сейчас с мячом. Передача на Асенсио. Удар Терштеген. Вытаскивает мяч. Но деморализованно, полностью деморализованно Барселона. А Реал сейчас творит все, что хочет. И легко бы мог Алабу обыграть. Но это неуверенный в себе Ферран Торрес. И неуверенная передача на Гави. И контратака Реала еще одна. Три в два. Посмотрите, как разбегаются. Венисиус тяжело. Барселон назад возвращается. Бензима. Это уже полноценный хитрик. И это браво. И это супер. И это финал. Предложение. Венисиус опять. Ну... Да, Венисиус после матча наверняка будет говорить, что ему кричали с трибуны. Опять что-то там про расизм. Что-то происходит. Венисиус любит на эту тему поговорить. Да еще и Сараухо. Здесь сцепился Раухо. Толкнул это все эмоции. Непонятка сейчас с Мадридским Реалом по контракту. И Мадридский Реал. Хочет его удержать. Венисиус что? Даже со своими он спел языками сцепиться. Венисиус опять что-то ему кричали. Передача. Снова Камовинга. И что там было положение вне игры. Но сейчас будет финальный свисток. Вот он. Всем спасибо. Реал с победой. Это было красиво. Это был настоящий мастер-класс. Как надо терпеть и ждать своего шанса. Спасибо.